Юношеский кубок Кремля 2020 является юбилейным для Рязани. Здесь он проходит уже пятый раз. Ранее соревнования проводились в Москве, но хороший уровень развития Рязанской академии тенниса позволил перевести этот турнир сюда. Принять участие в нем приехали более ста спортсменов. Это гости из Великобритании, Австрии, Бельгии, Украины, Молдовы и других стран. Больше всего теннисистов по традиции из России. За призы поборолись и восемь представителей Рязанской академии тенниса. Некоторым спортсменам, которые тренируются в Рязанской академии тенниса, были предоставлены свободные карты для участия в этом турнире. Они, я скажу так, их оправдали, потому что один из участников дошел до полуфинала в парном разряде. И еще семь, по-моему, человек принимали участие. Они проиграли или в первом, или во втором круге, но тоже показали хороший результат. Показать хороший результат. За этим сюда приехал каждый теннисист. Ведь это совершенно не рядовые соревнования. Они дают спортсменам путевку в будущее. Все теннисисты хорошо знают, что в январе, на рубеже февраля, мы просматриваем всех наших девчонок и мальчишек для того, чтобы сформировать сборные команды России по девочкам и юношам, которые будут играть зимние куки Европы. Финалисты этого турнира гарантируют себе места в ежегодных командных зимних первенствах Европы, которые пройдут в конце января, в начале февраля. Россия часто занимает на этих соревнованиях первые места. И несмотря на то, что в этот раз рязанцы не отправились в Европу отстаивать честь страны, в скором времени более взрослые рязанские спортсмены смогут показать себя на крупном турнире, который состоится здесь же на базе Академии. До 19 лет у нас как раз очень сильные мальчики и девочки. И на протяжении пятой будет у нас от Кубок Озерова, как и Кубок Кремля, юбилейный, так скажем, пятый. Там мы постоянно в призах и выигрывали даже его. Свои призы в этот раз забрали россияне, победив в одиночных и парных разрядах. Несмотря на то, что в турнире участвовали представители 13 стран. Примечательно, что на базе Рязанской Академии Тенниса полтора года назад была создана федеральная экспериментальная площадка для развития одного из направлений российского тенниса. Она нацелена на то, чтобы, используя новые методы подготовки игроков, лучше готовить спортсменов. И акцент в работе этой экспериментальной площадки делается на подготовку игроков парных комбинаций. Ну, понятно, почему. Сейчас в программе Олимпийских игр пять теннисных дисциплин. Это два одиночных разряда, а на пары приходится три медали. Это женская пара, мужская пара и смешанная пара. Поэтому значимость парных разрядов, она выросла. И по линии Федерации Тенниса России мы тоже ведем программу, которая нацелена на подготовку парных игроков. Рязань является базовым регионом России по поиску и подготовке перспективных парных игроков. Геннадий Жуков отметил, что Академия тенниса в 2019 году успешно завоевала грант Министерства спорта России в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей, которое отмечает заслуги на первом этапе этой работы и дает возможность для дальнейшего развития парной игры. Анна Герцовская, Алексей Кузнецов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова